На путепроводной развязке у гостиницы «Турист» в дорожную аварию попала пожилая чета, которая возвращалась домой с дачного участка. Травму получила 72-летняя супруга владельца Тойоты Нади. Она была пристёгнута ремнём безопасности, который травмировал женщину. Врачи уже сюда приезжали. У пациентки они диагностировали ушиб грудной клетки. Но ехать в больницу раненая отказалась. Попросила сделать ей анальгизирующую инъекцию на месте. До столкновения оба участника ДТП ехали в попутном направлении к центру города. Тойота Надя по крайней левой полосе, Ниссан Ванет по крайней правой. Правила дорожного движения нарушил водитель микроавтобуса. Он в буквальном смысле перегородил путь шофёру минивэна. Я ехал по этой полосе без всяких на то проблем, со скоростью примерно 40-50, так вот идут машины. Он ехал по лейне, вот в этой полосе, и прямо передо мной развернулся. Удар пришёлся микроавтобусу точно в дверь. А в салоне Ванета в тот момент находились пять пассажиров. Все они остались невредимы и минут через пять после аварии разошлись по своим делам. Виновником аварии полицейские назовут шофёра микроавтобуса. Молодой человек грубо нарушил правила дорожного движения, решив развернуться прямо посреди транспортной эстакады. Сейчас говоришь, никто виноват, кто виноват. Я поняла, что вы решили развернуться через встречную полосу. Да нет. А как? Нет. Водитель минивэна, пострадавшая сторона в этой истории, за рулём почти 40 лет. Несмотря на почти полувековой стаж, мужчина попал в аварию в первый раз. С места происшествия Евгения Куликова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. Продолжение следует...